Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Подвел итоги и определил стратегические ориентиры. Президент Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Основные тезисы и идеи развития нашей страны по итогам послания в эфире нашего телеканала обсудили лидеры общественного мнения Самары. Обучить новых сотрудников и передать им профессиональный опыт. В год педагога и наставника сотрудников транспортного предприятия наградили дипломами и благодарственными письмами. Более 250 собак отловлено на территории города с начала 2023 года. Как ведутся работы по отлову и куда попадают уличные животные? Президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Год назад было принято решение о проведении специальной военной операции. Наша страна шаг за шагом решала поставленные перед ней задачи, отметил президент. Лидер страны назвал текущий момент сложным и рубежным временем для России и периодом кардинальных перемен во всем мире. Послание Владимир Путин огласил в стенах гостиного двора. Там же присутствовали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Об основных тезисах, объявленных президентом, планах на будущее и текущей ситуации в репортаже наших корреспондентов. Подвел итоги и определил стратегические ориентиры на будущее. Сегодня президент России Владимир Путин вновь обратился с посланием к Федеральному собранию уже в 18-й раз. На выступление президента в гостином дворе присутствовали полторы тысячи человек. Это участники СВО, волонтеры, общественники, депутаты и сенаторы, журналисты, дипломаты, главы регионов. Самарскую область представили губернатор Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, сенаторы и депутаты губернатской думы, спикер областного парламента Геннадий Котельников, руководитель общественной палаты Виктор Сойфер. Президент России рассказал, что год назад было принято решение о проведении спецоперации. Донбасс боролся и не сдавался в условиях блокады и нескончаемых обстрелов. Верил и ждал, что Россия придет на помощь. Так и произошло. Между тем, и вы это хорошо знаете, мы делали все возможное, действительно, все возможное для того, чтобы решить эту проблему мирными средствами. Терпеливо ввели переговоры о мирном выходе из этого тяжелейшего конфликта. Но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий. В это время, по словам президента, западные лидеры не торопились и за спиной России готовили совсем другой сценарий. Расширение НАТО границам России, развертывание военных контингентов. Стало понятно, что отмашка на осуществление агрессивных планов дана. К февралю 2022 года все было готово для очередной карательной акции. Напомню, в 30-е годы прошлого века Запад фактически открыл нацистам путь к власти в Германии. А в наше время из Украины они стали делать антироссию. Проект на самом деле не новый. Президент подчеркнул, Россия не воюет с народом Украины. Он стал заложником киевского режима и западных хозяев. Чем более дальнобойные системы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ. Владимир Путин в послании коснулся вопросов скорейшей интеграции в пространство страны новых республик. Их жители также имеют право на получение материнского капитала. Для всех жителей России он будет проиндексирован. Как и МРОД, который в 2023 году вырастет на 18,5% до 19242 рублей. Президент отметил, что Россия вышла на новый цикл роста экономики. В прошлом году удалось добиться снижения безработицы на 3,7%. Для сравнения, до пандемии она составляла 4,7%. Владимир Путин выразил благодарность сельскоспроизводителям. Российские аграрии собрали в минувшем году рекордный урожай. Что касается бизнеса, то у него появилась возможность занять ниши, которые освободились после ухода западных компаний. Российские капиталы, деньги, которые получены здесь, должны работать на страну, на ее национальное развитие. Сегодня у нас открываются огромные перспективы в развитии инфраструктуры, обрабатывающей промышленности, внутреннего туризма во многих других отраслях. С этого года семьи из двумя и более детьми освобождаются от уплаты налога в случае продажи жилья. Президент предложил увеличить образовательный налоговый вычет на детей с 50 до 100 тысяч рублей, а вычет на лечение до 150 тысяч. Владимир Путин также предложил запустить программу строительства льготного арендного жилья для сотрудников ОПК со ставкой ниже рыночной. Значительную часть платы возьмет на себя государство. В России продолжится программа бесплатной газификации. Для граждан она будет действовать на постоянной основе. Предстоит существенно расширить мощь отечественной индустрии, нарастить мощности Транссиба и БАМа. В течение 10 лет нужно инвестировать в сферу ЖКХ 4,5 триллиона рублей. Особое внимание международному коридору Север-Юг. Уже в этом году по Волго-Каспийскому каналу смогут проходить сюда с осадкой не менее 4,5 метров. Это откроет новые маршруты для делового сотрудничества с Индией, Ираном, Пакистаном, странами Ближнего Востока. Мы и дальше будем развивать этот коридор. В своем послании к Федеральному собранию президент затронул и тему образования в России. Он призвал повысить качество школьных и вузовских программ, вернуться к традиционным срокам обучения в вузах. Уделить особое внимание подготовке специалистов рабочих профессий. За 5 лет необходимо выучить миллион таких специалистов. За последние годы ощутимый вырос престиж, авторитет среднего профессионального образования. Спрос на выпускников техникумов и колледжей просто огромный, колоссальный. Считаю, особенно, если у нас безработица сократилась до исторического минимума 3,7%. Люди же работают, значит, работают, кадры нужны новые. Считаю, что мы должны существенно расширить проект профессионалитет, в рамках которого создаются образовательно-производственные кластеры. По итогам послания глава Самары Елена Лапушкина прокомментировала основные его тезисы, отметив, что в фокусе внимания президента – модернизация ЖКХ. Это действительно одна из самых важных сфер городской жизни. Износ сетей во многих российских населенных пунктах высок, не исключение Самара. Последствия этого ощущают на себе все жители города. Рады, что, несмотря на сложное рубежное время для нашей страны, намечены перспективы развития и модернизации не только этой, но и всех основных сфер жизни российских городов и сел, добавила глава города. В конце своего обращения президент России вернулся к теме СВО и заявил, что реальный боевой опыт в ходе спецоперации бесценен. Он должен быть положен в основу дальнейших шагов по укреплению вооруженных сил Российской Федерации. Офицеры и сержанты, которые показали себя грамотными командирами, будут кадровым резервом вооруженных сил. Также лидер страны объявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Вопрос о приостановке ДСНВ могут поставить повестку заседания Госдумы уже в ближайшие дни. Ольга Павлова, Виктория Шарая. События. Сразу после обращения президента России Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию, на телеканале «Самара ГИС» лидер общественного мнения «Самары» обсудили главные тезисы послания главы государства. Послание было максимально актуализировано событиями, которые происходят в нашей жизни. Это послание носит системный, всеобъемлющий характер. Оно сбалансировано, и он проявил очень глубокий анализ жизни российского общества, положения российского государства в геополитике. Он сумел показать основные наши цели, задачи, ради чего мы живем, ради чего действуем. У нас вот та экономическая политика, которая проводится в «Самаре», она соответствует тем стратегическим установкам, которые прозвучали из УЗ президента. И задача власти сегодня – воспользоваться теми новыми идеями и возможностями, институциональными, финансовыми, ресурсными, да и просто даже вниманием федерального центра к региону. Вот эта задача сейчас, и общественная палата в этом плане будет содействовать совместно с другими субъектами стратегического планирования, участвовать в развитии нашего города. Особо в послании президента я выделила для себя создание специального государственного фонда в поддержку военнослужащим, которые вернутся к нам после боевых действий, семьям военнослужащих, семьям погибших. За каждым человеком будет закреплен специальный человек, социальный работник, который действительно и поможет, и подскажет, и направит, и уже соответствующие инстанции будут готовы к тому, чтобы оказать помощь. Даже в этой ситуации было уделено время именно социальной политике. А в социальную политику входят, естественно, вопросы образования. И Владимир Владимирович сегодня коснулся в том числе и года педагога, и наставника, коснулся строительства школ, дошкольных образовательных учреждений, коснулся качества образования. Пусть это не детально, не подробно, не специально, но тем не менее в этой части его обращения эти вопросы, эти темы были затронуты. Это самое важное, что, в общем-то, для меня было услышать сегодня в этом обращении. Снег, хоть и не сильный, прогнозируют синоптики на протяжении недели. После прошедших осадков коммунальщикам и другим службам благоустройства поручено активизироваться на территориях обслуживания. Актуальные задачи по упорке города обсуждали сегодня на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Минувшей ночью в расчистке улиц города было задействовано 220 снегоуборочных машин и 97 дорожных рабочих. Однако к профильным службам есть замечания по поводу оперативности работы. Первый вице-мэр Владимир Василенко подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на организацию уборки и усилить контроль за очисткой территорий. На уличной дорожной сети расчистка и вывоз продолжатся круглосуточно. После озвученных замечаний Владимир Василенко проверит, выполнены ли задачи. Напомню, что накануне глава Самары Элина Лапушкина обратила внимание глав районных администрации на необходимость проводить регулярный мониторинг на вверенных территориях и координировать работы всех подразделений, задействованных в уборке, будь то управляющие компании или подрядчики. При этом выходить персонал и техника должны не только во время осадков, но и чтобы содержать проезжие части, дороги, тротуары, внутриквартальные и придомовые зоны. Сегодня первый заместитель главы города вновь заострил на этом внимание. Владимир Василенко отметил, что требования неизменны. В период снегопада в дворнике должны начинать расчистку участков не позднее пяти утра, чтобы жители, спешащие на работу или по другим своим делам, могли комфортно выйти из подъездов, передвигаться по чистым тротуарам. Дворовые проезды должны быть тоже почищены. Также первый вице-мэр напомнил, что у дворников разрывной график. Днем у них может быть перерыв, а в вечернее время нужно обязательно дочищать территории. Также администрациям районов поручено следить за состоянием крыш и вовремя убирать наледь. На сегодняшний день опять только контроль и только организация работы по очистке крови. Для того, чтобы не было у нас никаких форс-мажоров, убрали все сосульки и предупредили не ставить машины ближе пяти метров под крышами домов. Ветеранам муниципального транспорта и молодым специалистам вручили грамоты и благодарственные письма от профильного департамента, автотранспортного предприятия и профсоюза. Награждение приурочили к двум праздникам – Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Мероприятие прошло в рамках года педагога и наставника, объявленного президентом России Владимиром Путиным. С героями труда познакомился наш корреспондент. Олег Дюмин начинал карьеру в автотранспортной отрасли Самары водителем автобуса еще 40 лет тому назад. Ветеран до сих пор помнит слова первого своего наставника. Раз пришел в профессию, становись профессионалом. Последние семь лет Олег Дюмин – старший контролер технического состояния транспортных средств автобусного парка. Только с его разрешения муниципальные автобусы выходят на маршруты. Свой опыт работы теперь уже он передает молодым специалистам. Некоторые из них сейчас занимают руководящие должности. По итогам года от профсоюза предприятия Дюмину вручили грамоту за самоотверженный труд. Я рад за них, что у них, как говорится, сложилось так все в жизни. Так что наставничество – это необходимо. Тем более сейчас, в данное время. Благодарственное письмо за добросовестный труд и профессионализм вручили и Ине Ращупкиной. Она тоже мастер своего дела. Помогает пассажирам выбрать нужную им транспортную карту. Объясняет, как ей пользоваться в трамвае, троллейбусе, автобусе, метро и электричке. Восемь лет назад она училась профессии у более опытных товарищей. Теперь сама наставник у молодых специалистов. Люди приходят, когда новенькие, они мало что знают. Естественно, наставник дает больше, больше, больше. И люди становятся квалифицированными специалистами. Это очень важно в нашей сфере деятельности. Награждение лучших работников городской транспортной отрасли прошло в музей транспорта. Грамоты и благодарности вручили профессионалам своего дела. Начиная от водителей автобусов и кондукторов, заканчивая медиками и менеджерами. Вручал награды руководитель городского департамента транспорта. В рамках года наставника мы проводим это мероприятие. Очень хорошо, что мы эти мероприятия начали опять возрождать и проводить. Потому что ветераны имеют возможность передать опыт молодому подрастающему поколению. Для нас это достаточно серьезная проблема – растить новые кадры. На транспортном предприятии эту проблему решают комплексно. Наставничество, вот этот вот институт, мы начали возрождать с этого года. Это очень важно, потому что кадры в коллективе должны быть и взрослые кадры, и подрастающие молодежь, потому что у взрослых очень большой опыт накоплен. Они могут рассказать молодежь, они перенимают этот опыт, уже внедряют его сейчас, в сегодняшний день. Выбирали лучших сотрудников в транспортной отрасли города не только руководство и профсоюз предприятия, но и жители Самары. Они голосовали за претендентов на победу в социальных сетях. Чтобы еще больше привлечь молодежь в профессию, студенты профильных учебных заведений проходят на предприятии практику и стажировки. А все желающие могут записаться на экскурсию в музей и познакомиться с историей самарского муниципального транспорта. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. В Самаре продолжается работа по отлову бродячих животных. Сотрудники подрядной организации выезжают в локации, где увеличивается количество безнадзорных собак. После доставки в приют четвероногих стерилизуют, вакцинируют и, если животное не проявляет агрессии, выпускают. На этот раз бригада ловцов уезжала в район парка Воронежские озера. Тему продолжит Светлана Тимофеева. Мы шли со школы, и она накинулась вот в этих двух домах. И мы как раз в костюм зимний переоделись, и она на штаны, на рюкзак, на все вот это набросилась. Но мы пришли целенькие, слава богу. Жители домов по улице Воронежской рассказывают сотрудникам службы отлова о сложных взаимоотношениях с безнадзорными собаками. Во дворах много четвероногих, у которых нет хозяев и дома. Не все животные ведут себя дружелюбно по отношению к людям. Проблема назревает периодически, потому что люди постоянно то подкидывают щенков, то собака убегает, в итоге одичает, и тот остается в парке. Но в основном у нас подкидывают собак или приходят к других районам собаки. Территория вокруг парка Воронежские озера считается одной из самых сложных локаций. Сотрудники службы отлова безнадзорных животных выезжают сюда уже не впервые. Собак забирают гуманным способом. Крупных особей успокаивают седативными препаратами, а затем переносят в спецтранспорт. На четвероногих в процессе отлова надевают веревочки с бирками, где в закодированном виде указано место отлова. Затем животных отправляют в приют. Мы стараемся выстроить какую-то основательную систему работы в данном направлении. То есть это не просто отлов, стерилизация и выпуск. Это увеличение численности посадочных мест для животных на постоянное проживание, для того, чтобы на улицах их стало меньше. А также, конечно, система мониторинга, для того, чтобы понимать, что происходит в каждом конкретном районе. Как мы можем отслеживать ситуацию не только с бездомными животными, но и с домашними, с которыми хозяева относятся безответственно. С начала 2023 года с улицы дворов областного центра подрядчик забрал более 250 безнадзорных собак. В приюте их стерилизуют, вакцинируют. Если животное не проявляет агрессии, его возвращают на прежнее место обитания. Стоит отметить, что в Самаре выпускать собак нельзя там, где находятся образовательные и спортивные учреждения, поликлиники, больницы и места отдыха горожан. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. Самарское областное отделение Российского детского фонда отмечает юбилей. За время своей работы его сотрудники помогли десяткам тысяч семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Праздник состоялся в Доме культуры железнодорожников имени Пушкина. Подробности у наших корреспондентов. Фотографии на память сотрудниками Самарского областного отделения Российского детского фонда с гостями и волонтерами. Организация 20 февраля 2023 года отмечает юбилей. 35 лет со дня создания. 35 лет – это огромный опыт, это большое время, это тысячи, десятки тысяч спасенных, спасенных, не побоюсь этого слова, спасенных жизней детей, это дети, которые смогли вырасти, смогли выздороветь, смогли получить образование, получить профессию и найти свою семью. Российский детский фонд – это международная ассоциация детских фондов. Ее отделение работает во всех крупных городах страны. Первыми семьями, которые получили помощь из Самары, стали пострадавшие от землетрясения в Армении. С тех пор поддержку оказали десяткам тысяч детей. По словам сотрудников фонда, в свою очередь, они сами многому научились у своих подопечных. Дети вообще это очень, ну такое нежное, такое незащищенное с одной стороны, но с другой стороны очень устойчивое существо, каждый ребенок. Поэтому вот работать с ними и сложно, и приятно. И мы очень многому чему учимся от них – это воспринимать мир ярко, это доброте, это честности, это непосредственности. Екатерина Агаркова работает в фонде всего несколько месяцев, но уже прониклась эмоциями детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Вспоминает, как они организовывали новогоднюю елку желаний. Мы помогали с Дедом Морозом, я была Снегурочкой, мы поздравляли их с Новым годом, и они были в таком восторге. Вы знаете, я никогда не видела таких счастливых людей. Они были очень довольны, что мы приехали к ним, поздравили, они были просто счастливы. В 2022 году фонд оказывал помощь детям из зоны СВО и семьям, которые приехали оттуда в Самарский регион. В честь праздника благотворителям и неравнодушным людям вручили благодарственные письма. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События. Награду в рамках всероссийского проекта «Киноуроки в школах России» вручили педагогическому составу и ученикам 121-й Самарской школы. Победители определяли в трех номинациях. Михаил Ермоленко расскажет подробнее. Всего за несколько месяцев ученикам 4-го Г-класса 121-й школы, а также их родителям и педагогу, удалось отправить в зону специальной военной операции немало коробок гуманитарной помощи для военнослужащих. Еще 36 посылок коллектив школы выслал накануне празднования Дня защитника Отечества. А начиналось все с небольшого волонтерского движения среди родителей. Теперь этот опыт – одна из лучших социальных практик в регионе, которая удостоилась награды всероссийского конкурса. Дети очень подхватили нашу идею и стали сами писать письма солдатам, подготавливать открытки и рисовать рисунки. Когда мы увидели глаза наших ребят, которые в Рощинском, как им это нужно и важно, мы передали детям, что эта поддержка детская очень необходима там, где сейчас находятся наши ребята. По итогам февральского конкурса всероссийского проекта «Киноуроки в школах России» Самарская школа номер 121 стала лучшей в регионе, ведь социальные практики 4-го Г-класса победили сразу в трех номинациях. Одна из них «Чтим героев» связана с поддержкой военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Вторая социальная практика – «Космодром будущего». Это о целеполагании, о будущем, о выборе будущего пути, об успешности в жизни. И третья – это добрые дела, которые дети предлагают совершать на благо общества. За лучшие социальные практики коллектив и учащиеся школы получили специальную народную премию, которую учредили в рамках всероссийской программы. Кроме того, за активное участие в подготовке посылок и открыток для защитников на передовой, 4-й Г-класс получил благодарственное письмо от одной из гуманитарных групп Самары, волонтеры которой также помогают участникам специальной военной операции. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. Издание «Длиной в человеческую жизнь» в Самаре представили фотоальбом куйбышевского военного фотографа Николая Финикова. Он прошел всю войну, снимал все крупные битвы, а потом мирную жизнь. Работы автора для создания альбома представил его сын Лев Фиников. Подробности в нашем сюжете. С его страниц на зрителя смотрит история. В Самаре представили фотоальбом военного корреспондента Николая Финикова. В издание вошло более 250 фотографий, на первых сделанных еще в 30-е годы «Мирная жизнь». Затем зритель вместе с автором отправляется на войну и становится свидетелем всех знаковых битв, в том числе и Курской, и Сталинградской. Автор работ – единственный куйбышевский фотокорреспондент, который прошел всю войну и дожил до победы. Фотографии для издания представил его сын Лев Николаевич Фиников. Он рассказывает, отец нередко использовал фотокарточки, как телеграммы, на обратной стороне которых писал личные новости. Фотографии отобраны в основном для того, чтобы показать роль нашей 21-й куйбышевской армии в годы Великой Отечественной войны, в которой принимал участие непосредственно мой папа Николай Федорович. На презентацию фотоальбома, которая проходила в стенах библиотеки имени Крупской, пригласили кадетов и школьников. Светлана Шеймухаметова привела в библиотеку семиклассников. Говорит, такие встречи – лучший урок патриотизма. Данное мероприятие, особенно в преддверии Дня защитника Отечества, оно очень важное, потому что оно воспитывает, во-первых, патриотизм к родине, во-вторых, ребята, они все-таки должны знать свою историю, должны быть благодарны нашим дедам, отцам, тем, кто прошел войну. Последние страницы альбома дышат оптимизмом. На них послевоенное время и стройки коммунизма. К примеру, можно увидеть, как возводилась куйбышевская, а ныне жигулевская ГЭС. Виктория Шарая, Игорь Казановский, События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В телеграм-канале Октябрьского района рассказывают о новом сервисе для семей с детьми – безопасной детской почте. Электронная почта нужна ребенку для учебы или общения, чтобы получать домашние задания или заходить на образовательные платформы. Теперь у родителей детей младше 14 лет появилась возможность создать безопасный детский почтовый ящик через госуслуги. Преимущество детской почты – автоматическая блокировка спама, вход по СМС, проверка поступающей корреспонденции. Что делать, если банки отказываются выдавать денежные средства со счетов, открытых на имя приемных детей? Рассказывают телеграм-каналы Департаменты опеки, попечительство и социальной поддержки. В такой ситуации необходимо открыть номинальный счет в банке на родителей, законных представителей, для снятия денег без разрешения органов опеки. На счет зачисляются только социальные выплаты на содержание подопечных, алименты, пенсии, по инвалидности либо потере кормильца, пособия. О муниципальной услуге по выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений информируют в телеграм-канале промышленного района. Для получения услуги можно обратиться в МФЦ. Также ее можно получить в электронной форме через портал госуслуг или обратиться в администрацию промышленного района. По адресу улица Краснодонская, 32, кабинет 107. Телефон 995-92-87. Часы приема понедельник и четверг с 14 до 17 часов. На этом выпуск завершен. Всего доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова